СЕРЕБРО Серебро с золотым отливом. Сборная Республики стала второй на завершающемся в Ишкарале первенстве России по мини-футболу среди незрячих футболистов. Впрочем, как говорят эксперты, спортсменам из Мариэл немного не повезло. Пять дней над специальной футбольной площадкой стадиона «Дружба» разносился звук специального шумового мяча и окрики незрячих спортсменов, которые таким образом предупреждают друг друга. Пять дней в Ишкарале далеко не в первый раз проходили матчи первенства России по мини-футболу, участники которого игроки с нарушениями зрения. И так получилось, что именно одна из первых игр стала золотой, в которой был определен победитель первенства. В той встрече сыграли две команды – лидеры российского мини-футбола, сборные Мариэл и Московской области. В России у нас два основных поставщики игроков в сборную, костяк, это Мариэл и Московская область. Ну, это значит, хорошо школа работает, тренера работают хорошо, и резерв подтягивает. Впрочем, остальные команды, а это сборные Татарстана, Нижегородской области и Дагестана, приехали в Ишкаралу не номер отбывать. Да, уровнем они немного уступают лидерам, однако прогрессируют. Да и к тому же, где как ни на основных национальных стартах набираться мастерства, при том не только его. Вообще, в целом, занятие спорта для инвалидов – это для них адаптация, не в первую очередь даже какие-то победы, это просто их адаптация в жизнь. Они через спорт входят, выходят из квартиры, не сидят, не замыкаются, а играя добиваются побед, преодолевают себя, преодолевают свои жизненные трудности и развиваются в целом как личности. И мы им помогаем в этом. Не лишним будет напомнить, что на площадке в Ишкарале встретились не сколько заядлые соперники, а скорее приятели по спорту. К примеру, в сборной России играют преимущественно представители Подмосковья и Мариэл. Поэтому спор между этими двумя командами закончился минимальным разрывом в счете 2-1. К сожалению для нас, в пользу команды Московской области. Все команды в свою силу отыграли, конечно. Вот то, что меня немножко разочаровал, это команда Ишкаралы, потому что, конечно, она выглядит здесь посильнее всех команд, так и забивает много. Но вот в первой игре с Московской области так получилось, что должны были выиграть, во всяком случае не проигрывать. Ну, в целом первенство прошло довольно-таки успешно. Команда заняла второе место. К сожалению, не смогли побороться за первое. Была острая борьба с командой Московской области. Но, к сожалению, в личной встрече при равной игре, наверное, фортуна нам немножко не улыбнулась. Мы вели со счетом 1-0, но в итоге проиграли 2-1, что не позволило нам занять первое место на этом соревновании. Но, как говорится, есть над чем работать, есть куда идти. Надеюсь, сможем завоевать первое в дальнейшем. На этом активный соревновательный сезон в отечественном мини-футболе и незрячих футболистах подошел к концу. Впрочем, тренировочный процесс никто не отменял. В будущем году по традиции пройдут чемпионат, первенство и Кубок России. Однако главный старт – чемпионат Старого Света. Задача для наших – сохранить чемпионство и завоевать путевку на Паралимпийские игры 2020 года.